В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Вода не опасна. Администрация города Владимира отреагировала на сообщение о плохом качестве воды. Напомним, жители областного центра, у которых водопроводная вода из Нерлинского водозабора, с 11 декабря жалуются на резкий запах воды из крана. Владимирский водоканал заявил, что в реку Нерлин был совершен сброс органических веществ, но сейчас качество воды не внушает опасений. Лаборатория водоканала делает контрольные пробы воды ежечасно и круглосуточно. Специалисты проверяют химический и бактериологический состав воды. Никаких расхождений с предельными параметрами нет. Владимир водоканал еще позавчера, как только мы получили первые сигналы, обратился в надзорные органы. Это прежде всего управление Росприроднадзора. Надзорных органов очень много. Пусть они займутся своей прямой обязанностью и в рамках своих оперативных мероприятий, и у них достаточного и оперативного инструментального контроля, выяснят вообще, был сброс в реку Нерлин каких-то нечистот или не было этого. И пусть нам и жителям города Владимира, прежде всего, дадут полную исчерпывающую информацию. При этом Владимирцы и сегодня продолжают жаловаться на специфический запах воды. Роспотребнадзор уже опубликовал первые результаты проб из Нерлинского водозабора. Никаких превышений органических загрязнений и присутствия нефтепродуктов не обнаружено. А вот органолептические показатели превышены, поэтому владимирцы чувствуют запах. Роспотребнадзор рекомендует использовать для приготовления пищи бутилированную воду и отставиваясь водопроводную для купания. Особенно маленьких детей. Мэрия проинформировала школы и детсады, что по заявкам учреждений может привезти воду из Судоготского водозабора. Она по всем показателям соответствует норме. Сейчас по заявкам наших детских садов и школ, всего таких заявок поступило 20, а вы знаете, что у нас порядка 150 общеобразовательных и дошкольных учебных заведений. Вот они снабжаются водой, которую подвозят Владимирводоканал для приготовления пищи. Более того, комбинат питания «Сунгирь», который обеспечивает приготовление пищи для наших общеобразовательных учреждений, он тоже сейчас пользуется водой из Судоготского водозабора. Зачем вывозить грязный снег на полигон, если его просто можно скинуть на горку, с которой катаются дети? Во Владимире жители дома номер 15 по улице Мира стали свидетелями выпиющего случая. Трактор расчищал придомовую территорию соседней многоэтажки. Собранный снег при этом никогда не увозился, а сваливался на свободный участок рядом с домами. Мало того, грязное снежное месиво сгружали как раз на то место, где, по словам местных жителей, детвора катаются с горки. Работу трактора контролировала некая женщина. Как выяснили возмущенные жители, зовут ее Рейса Васильевна. Она является работником Товарищества собственников недвижимости «Союз», который управляет домом номер 15А по улице Мира. Прошлой зимой этой, как говорят местные жители, работнице уже делали замечание, что так дворы убирать нельзя. Но Рейсе Васильевне, видимо, все равно. При этом она не отрицает, что работает с нарушениями. По правилам организации, управляющие многоквартирными домами отвечают за чистоту придомовых территорий. Они должны не просто очистить дворы. Грязный собранный снег управорганизации обязана погрузить на самосвал и вывести на полигон. При этом за пользование полигоном с управорганизацией денег не возьмут. Снег примут бесплатно. В данном случае ТСН «Союз» экономит на аренде самосвалы. И фактически Раиса Васильевна подтвердила это. Как сообщили нам в городской администрации, здесь явное нарушение уборки придомовой территории. По этому факту будет проведена проверка. А собственникам, которые наблюдают подобные нарушения, можно смело обращаться в администрацию района или в городское управление ЖКХ. Обнова, которая не в радость. К нам в редакцию обратился житель Владимира, который уверен, что купленные зимние ботинки навредили его здоровью. Обувь мужчина носил несколько дней и стал ощущать боль в ногах. Хотя, по его словам, раньше таких проблем не было. В магазине, где покупал, вернуть деньги отказались. В ситуации разбиралась Маргарита Махрова. Эти кожаные зимние ботинки Иван купил в крупном бувном магазине в конце ноября. Отдал за них 3230 рублей. Мужчина рассказывает, что во время примерки его все устраивало. Только вот в новых ботинках Иван проходил всего несколько дней. У мужчины стали сильно болеть ноги в области бедер. Раньше, по его словам, подобных проблем никогда не было. Хотя обувь носил разную, а тут на тебе. Сначала не обратил это внимания, думал, пройдет. На следующий день уже настолько была боль, что нога просто не поднималась. Пришлось ее выволочить. Очень больно. Придя домой, сняв ботинки, через некоторое время стало полегче. Решил обратиться в магазин. Письменную претензию Ивана на качество ботинок в магазине рассмотрели. Но вернуть деньги отказались. Потому что хотя на новую обувь и даются гарантии, видимых дефектов производственного характера на ней нет. Поменять тоже нельзя. Ботинки уже носили на улице, бирки срезаны, а значит, товарный вид потерян. Иван обратился в Роспотребнадзор, но там ему пояснили, что в подобной ситуации необходима экспертиза. Провести ее могут и в магазине. Для этого покупатель должен написать заявление о том, что он не удовлетворен ответом на претензию и визуальной проверкой качества. Однако, если обувь признают качественной, за экспертизу ему придется платить. А вот если дефект действительно обнаружат... Если результаты экспертизы показывают, что товар действительно имеет либо фабричный дефект, либо производственные недостатки в носке, в качестве, то потребитель на основании этих лабораторных исследований и экспертизы обращается непосредственно к продавцу с претензией. Пишется в двух экземплярах, где указывает выявленные недостатки и свои требования. В этом случае потребовать можно замены, ремонт обуви или возврата денег. Иван рассказывает, что сам ходил на консультацию к независимым экспертам. Там ему сообщили, что специального оборудования для исследования подобных внутренних дефектов в городе нет. А внешние ботинки выглядят нормально. Мужчина уверен, проблема именно в качестве обуви. Он обратился в ортопедический салон. Ему пояснили, что боль может возникать из-за неравномерного распределения нагрузки на стопу. Сходил мужчина и к врачу, который зафиксировал, что у него в ноге лопнул сосуд и даже образовалась гематома. Сейчас Иван проходит лечение, и новые ботинки ему посоветовали больше не носить. Как пояснили нам юристы, в данной ситуации очень много нюансов. Ведь если обувь нельзя носить по конкретным медпоказаниям, это по сути не дефект. Устанавливать является ли обувь некачественное дело экспертов. По закону можно прибегнуть к их помощи или даже обратиться в суд. Где? В результате проведения экспертизы, в зависимости от того, в чью пользу нам будет результат, тот будет получать компенсацию с проигравшей стороны стоимости, в том числе экспертизы. Поэтому всегда нужно соразмерно оценивать свои расходы и риски. Специалисты советуют, чтобы избежать подобных обстоятельств, лучше все же разнашивать новую обувь дома, не срезая ярлыков и бирок, а при покупке внимательно читать условия гарантии. Маргарита Махрова, Егор Хребко, 6 канал. Владимирская область получит дополнительные средства на реализацию национальных проектов. Сегодня бюджетный комитет законодательного собрания одобрил внесение 113 поправок в бюджет 2019 года. Изменения касаются увеличения расходов на медицину, образование, строительство дорог и многих других статей социальной сферы. За счет федерального финансирования на эти цели в следующем году потратить на 3 миллиарда 360 миллионов рублей больше, чем планировали. Куда конкретно пойдут эти деньги, расскажет Оксана Любимова. Большинство принятых сегодня бюджетным комитетом ЗАГС собрания поправок в бюджет следующего года касаются социальной сферы. Москва дополнительно направила в областную казну больше 3 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на образование, медицину, культуру. Кроме того, 33 регион увеличит расходы на строительство дорог, жилищно-коммунальное хозяйство и дотации муниципалитетам. В 2019 году школа 33 региона получит 80 миллионов рублей на установку турникетов. Это, наконец-то, позволит решить проблему безопасности детей в образовательных учреждениях. В первую очередь средства будут направлены 21 муниципальному образованию. Исходя из 237 тысяч рублей на одну школу, всего 338 школ. Это мероприятие антитеррористической направленности. Также мы предусматриваем 58,6 миллиона рублей на приобретение музыкальных инструментов в детских школах из Сукуса города Владимира, Гусьхрустального, Коврово и Мурома. Самое большое увеличение касается здравоохранения. На медицину 33 регион дополнительно получит больше миллиарда рублей. Это позволит построить новые ФАПы на селе, закупить больше передвижных медицинских комплексов и переоснастить медицинские учреждения. В первую очередь областной онкодиспансер и сосудистый центр на базе областной клинической больницы. Расходы Дорожного фонда области в 2019 по сравнению с проектом первого чтения увеличатся на 700 миллионов рублей. И в итоге составят больше 6 миллиардов. Эти деньги пойдут на ремонт муниципальных дорог. В том числе в рамках городской агломерации, на достройку дорожных объектов и муниципалитетам также направлены средства на дороги дополнительные. Часть федеральных денег направят на покупку квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря дополнительному финансированию в следующем году должно закончиться строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Арбузово. С вводом этого объекта, по сути дела, очередность, которая имеется на сегодняшний момент в этом виде социальной помощи, она будет полностью обеспечена. Некоторые поправки – это предложения общественности, которые прозвучали на публичных слушаниях по бюджету. Например, увеличение средств на ремонт учреждений культуры в районах области. На учреждения культуры увеличены расходы. Ремонт учреждений культуры теперь можно будет проводить в большем количестве городов. Об этом тоже говорили участники будущих слушаний. И сейчас это нашло отражение в этих поправках. А еще, благодаря внесенным поправкам, областные парламентарии смогут эффективнее работать с жителями. В следующем году помогать решать проблемы избирателей каждому депутату будет помощник с зарплатой 18 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на 2 миллиона вырастут расходы ЗАГСобрания на публикации в прессе. Откуда мы берем деньги? Откуда из социалки? Не дай бог. То есть эти деньги были заложены на освещение деятельности администрации области. И вот там товарищи согласились чуть-чуть поделиться с нами. То есть мы от них возьмем, а законодательному собранию добавим. Все эти поправки еще раз обсудят на следующем заседании законодательного собрания, которому предстоит утверждение бюджета на 2019 год во втором чтении. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал. Доля рынка «Энергосбыт Волги» на территории региона 56%. На поставку электроэнергии заключено почти полмиллиона договоров. Руководство компании подвело итоги работы за последние 8 с небольшим месяцев. «Энергосбыт Волга» имеет статус гарантирующего поставщика. На рынке она сменила компанию «Владимир Энергосбытый». И, как и любой поставщик услуги, столкнулась с неплатежами. В лидерах по должникам Александровский, Везняковский районы, а также округ Муром. По словам гендиректора Владислава Ефимова, для взыскания долгов компании приходится писать иски в суд. Неплатежи ведут к росту цены за энергию, отметил Владислав Ефимов. 10-15% это злостные неплатильщики, которые, кроме того, что не платят или не своевременно платят, они еще своим таким поведением просто делают тариф больше. С должниками не церемониться предупредили раз, может два и отключили. Только на этой неделе энергетики вместе с судебными приставами прошлись по Александрову. За один рейд посещают от 5 до 8 адресов. Должники свою платежную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями. Если после отключения за неуплату люди самовольно подключатся к электропитанию, их ждет штраф. Меры воздействия предусмотрены и по отношению к организациям. Для должностных лиц это вплоть до штрафа и вплоть до дисквалификации за неоднократное злоупотребление. Для юридических лиц это также штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. А теперь коротко о других новостях. Действия Бигавтотранса прокуратура признала неправильными. Напомним, 9 октября кондукторы и водители перевозящей компании провели акцию протеста. В связи с тем, что на руки им выдали только голые оклады без премиальных. За организованную забастовку руководство объявило им выговоры. 42 работника Бигавтотранса были привлечены к дисциплинарному взысканию за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Этим фактом заинтересовалась прокуратура. Она установила, что процедура наложения дисциплинарного взыскания не соблюдалась. Требования трудового законодательства были нарушены. По итогам прокурорской проверки приказы об объявлении выговоров 42 работникам отменены. Добавим, что с ноября Бигавтотранс ушел с рынка пассажирских перевозок во Владимире. Губернатор Сипягин выразил негативную позицию по акту вандализма в Гусь-Хрустальном. 10 декабря там открыли мемориальную доску к столетию Солженицына. Но она не провисела и суток. В ночь с 10 на 11 ее разбили вандалы. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не дает права уничтожать символы памяти о нем, приводит слова Сипягина его пресс-служба. Губернатор призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Доска создавалась на средства спонсоров. Они повторно выделят деньги. Новая мемориальная доска будет тщательно охраняться. 25 юных владимирцев получили паспорта. Акцию традиционно приурочили к Дню Конституции. В мэрию пригласили школьников, которые проявили себя в спортивной, творческой и общественной жизни. Стали призерами школьных олимпиад, лауреатами всероссийских конкурсов. Глава города подчеркнула, что день получения паспорта – особенное событие. Первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Получение паспорта в торжественной обстановке, видимо, должно укрепить значимость понятия «гражданин России» в сознании 14-летних подростков. Презентуют год театра в России. Официально он объявлен в 2019 году. Однако специальные тематические театральные мероприятия и действия в стране начались уже сегодня. Владимирский драмтеатр для зрителей подготовил необычное представление. Влюбленные в театр – праздничный ноктюрн. Кто из знаменитостей участвует в постановке и чем будут удивлять в грядущий год театров? Яркие премьеры, акции, выставки, встречи с любимыми артистами, фестивали и открытия. 2019-й в России объявлен годом театра. А это значит, зрителей и самих служителей Мельпомены ждет много интересных событий. Так, например, уже 5 января в Киржаче откроется первый частный детский театр. Его построил местный меценат. Кстати, гастрольная деятельность наших театров, она в этом году будет построена так, чтобы все-таки год театра, как некий особый год, почувствовали во всех городах и районах области. Важным для нас остается и дальнейшее улучшение условий работы в наших театрах. Обо всем, что планируют во Владимирской области, можно узнать на сайте Департамента культуры. К слову, первые сюрпризы для поклонников драматического искусства начались уже сейчас. Накануне в областном театре «Кукол» прошел творческий вечер знаменитого артиста, писателя и режиссера Вениамина Смехова. Увидеть людей, которые не под давлением, а от всей души встают и пешком стоят долгое время, аплодируя, может быть так принято во Владимире со всеми. Но каждый раз актеру кажется, что это он сам виноват в этом. К открытию года театра областная драма подготовила для зрителей необычное представление. Влюбленные в театр, праздничный ноктюрн. Спектакль представляет собой синтез разнообразных жанров. От оперы и балетных постановок до драматического искусства и театра «Кукол». Наряду с владимирскими артистами в постановке участвует знаменитый оперный певец Владислав Пьевко, артисты театра и кино Евгения Симонова и Вениамин Смехов. А солисты балета из Санкт-Петербурга исполнят сразу две партии. Первый номер – это ПДД из балета «Корсар». Второй номер – это прощание римского раба, героя Спартака со своей возлюбленной. Народная артистка России Евгения Симонова – частый гость в нашем городе. Признается, что приглашение от нашего драмтеатра всегда старается принимать, несмотря на плотный график. Задача театра – выпускать хорошие спектакли, чтобы они были профессиональные и на высоком уровне. Чтобы они были разные, чтобы это были легкие спектакли и глубокие, серьезные спектакли. В год театра в нашей области планируют провести целых пять фестивалей. Среди них как традиционные, так и новые. К примеру, в марте областной театр «Кукол» откроет первый международный фестиваль бэби-спектаклей театров «Кукол» «Малышок». Возникла необходимость собрать у нас гостей, собрать тех, кто занимается бэби-спектаклями, самыми маленькими, для детей от ноля лет, от полутора лет. В год театра, а именно в апреле, в областном театре драмы впервые пройдет фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр территории единения». Владимирцев будут радовать лучшими постановками из России и ближнего зарубежья. Кроме того, в программе фестиваля мы покажем еще три маленьких спектакля. Это актер из Германии, наш моноспектакль необычный, не на традиционной театральной площадке, и моноспектакль из Армении. Неотъемлемая часть нашего репертуара и нашей жизни, чтобы мы не варились в собственном соку. Ждут зрителей и новые спектакли. На сцене поставят необычную пьесу – музыкальную фантасмагорию о любви и творчестве. От актера Александра Мягченкова и певца Владислава Пьевко. Что такое жизнь вообще? Это отношения, либо плохие, либо очень хорошие двух полов – мужчина и женщина. Через, я считаю, прекраснейшее чувство, которое называется любовь. Кроме того, в год театра планируют провести встречи школьников с известными артистами. Вечера памяти уже ушедших звезд сцены особое внимание уделят также поддержке любительских театральных коллективов. Никита Каргаев, Маргарита Махрова, Артем Горчаков. Шестой канал. Снежная магия на главных площадках города Владимира. В преддверии Нового года и Рождества администрация областного центра и управления культурой и туризма разработали новую концепцию. На этот раз Владимир станет местом действия настоящей зимней сказки. Какие сюрпризы ждут владимирцев в этом году, а что останется прежним, расскажет Игорь Липский. В этом году городское управление культуры и туризма и администрация города решили добавить в традиционные гуляния еще больше волшебства. Новогодняя сказка на площадках города начнется 21 декабря с открытия катка на Пушкинском бульваре 18.00. Снежная магия развернется в городе Владимире на период рождественской ярмарки. На соборной площади магия дня и ночи. Это будет представлено не только словесно и описательно, но это обязательно будет еще и воплощено в арт-объектах, в аттракционных оформлениях, обязательно в торговле и сувенирами и снедию. Больше 40 домиков в шале, 20 мест для продажи продукции ручной работы от владимирских мастеров, 10 торговых точек для продажи продукции от владимирских производителей. Нововведения не обошли и аттракционы. Лебедей на соборке заменят на волшебный ветерок, а за надписью «Я люблю Владимир» появится карусель, которой можно будет прицепить свою ватрушку и крутиться по кругу. А все любители собак смогут покататься на упряжке с баламутами и хаски в липках и в загородном парке. На торжественном открытии рождественской ярмарки также подведут итоги конкурса «Поздравление Деду Морозу», который проходил 18 ноября на его дне рождения. У нас 18 семей победителей и 22 числа с 14 часов начинаем. Будем ждать в гости нашего Дедушку Мороза на волшебных санях с сюрпризами, я так надеюсь, который приедет лично наградить всех победителей, поздравить всех жителей и гостей города Владимир с рождественской ярмаркой и торжественно открыть наши новогодние мероприятия. Помимо большой ярмарки на Соборной, будут еще мини-ярмарки на Площади Победы и у развлекательного комплекса «Русь-Кино». В новогоднюю ночь народные гуляния развернутся во всех парках города. На Соборке праздник начнется 31 декабря в 23.00. На большом экране покажут поздравления президента. После гуляний народ без проблем сможет разъехаться по домам. Мэрия обещает дополнительные автобусы. Маршруты построят до всех спальных районов. Те же, кто на улицу не пойдет, все равно сможет увидеть, что творится на площади. Прямая трансляция будет вестись на сайте городской администрации. Там же можно ознакомиться с подробной афишей. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, 6 канал. А на сегодня это все. Прямо сейчас смотрите новый выпуск нашего проекта о волонтерах. Кто, если не мы? На этот раз героем программы будет Екатерина Эммануэлиди. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на 6 канале. Всего доброго. Синоптики прогнозируют сегодня вечером в Владимире облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет пасмурно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1-3 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова